всем привет сегодня я расскажу как сделать статическую траву более динамичной точнее добавить для нее ветер когда мы запускаем наше игру трава стоит на месте на это как-то не очень смотрится давайте для нее поставим что-нибудь посимпатичнее заходим материал и здесь есть у нас такая вкладочка как world position of set вот для нее мы как раз таки будем принимать саму сам ветер набираем сюда винт и у нас появляется simple grass wind вот как раз таки все что нам необходимо на первую ссылочку мы добавим vertex color для того чтобы применить сюда надо подать красный далее мы так скажем само само движение подадим через параметр нажимаем буковку с на клавиатуре и нажимаем на экране и у нас соответственно появляется параметр и соответственно мы даем ему имя подсоединяем сюда далее также на с еще один добавляем параметр это у нас будет speed скорость и на единицу нажимая квадса по экрану мы получаем вот такое значение так скажем единичное и здесь мы оставляем также 0 по сути все сейчас мы создадим great instance так скажем на этом материале и применим его для static mesh то есть мы сейчас вот зашли в static mesh нашей травы выбираем наш instance и подсоединяем его сюда сохраняем закрываем материал мы тоже можем закрыть открываем материал instance если окошечко мы открываем до нажимаем speed и прокручивая то есть создавая параметры мы определенное подаем уже необходимое движение ну вот если так примерно здесь трава слишком видите да отрывается от земли но хотя у меня она углублена определенным образом но все равно вот она взлетает соответственно надо чуть-чуть пониже но либо сделать static mesh более так скажем глубже находящимся в земле ну либо подавать небольшие какие-то значения вот я думаю 03 достаточно скорость скорость в принципе 03 достаточно тоже сохраняем и зайдем посмотрим как это выглядит ну в принципе приемлемо выглядит трава не слишком отрывается от земли можно чуть-чуть подправить но достаточно а на этом все до скорой встречи друзья пока